Российский автомобильный рынок неплохо начал год, однако закрытие автосалонов в марте и апреле привело к двукратному падению продаж. Восстановление началось в мае, а в июне рынок едва не поднялся к прошлогодним показателям. По данным Ассоциации европейского бизнеса, которая вдумчиво считает тиражи новых машин, за первый летний месяц россияне забрали у дилеров 123 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 15% меньше, чем годом ранее. Но итог шести месяцев провальные 636 тысяч, то есть продажи рухнули на четверть, и это худший полугодовой результат за всю историю современной России. Нарастить спрос удалось только избранным. У Чаньяня четырехкратный рост, у Хавейла двукратный, а марка Фау прибавила 50%. Однако эти бравые показатели выросли из неважных результатов прошлого года. Также общий кризис не затронул Джей Ли, Черри, Сузуки, Кадиллак и Исузу. В тройке лидеров никаких перемен. Это Лада Гранта, Лада Веста и Киа Рио. Продажи этих моделей упали одинаково, примерно на четверть. По прогнозам АЭБ, по итогам 2020 года рынок просядет на те же 24-25%. То есть не дотянет даже до полутора миллионов проданных машин. И это, если Россию минует вторая волна пандемии, а государство сохранит субсидии. Несмотря на общее пикирование рынка, в топ-25 самых популярных моделей российского авторынка вернулась Нива. Напомним, что эта модель родилась в 1998 году, как ВАЗ-2123. Первую товарную партию машин в 2000 и 2001 годах собрали в Тольятти именно под маркой Лада. А в 2002 заработало совместное предприятие GM-АвтоВАЗ, которое и завладело правами на бренд Нива. Полгода назад американцы продали свою долю в СП. Теперь и сам автомобиль, и специально построенный для выпуска Шнивы завод отдали АвтоВАЗу. Теперь это дочернее АО «Лада Запад Тольятти». И вот первые фотографии Нивы с логотипом не «Шевроле», а «Лады». Технических изменений нет. Внедорожник оснащают знакомым атмосферным мотором, пятиступенчатой механикой и полным приводом с раздаточной коробкой. Цены машин под маркой «Лада» пока не объявлены.